Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну да Почему фирменный? То есть Короче, забирала от Харькова средства Финансов намного больше, чем туда возвращалась Паразитировала экономически На территории России Вы в России находитесь? Я в Канаде нахожусь Ну сами из России, верно? Из Харькова я Раз у меня ханковский контент Я из Харькова Разве не в любой стране паразитируют на научном отрасли? Не в любой стране что? Паразитируют на научной отрасли Научной, да Но кроме научных есть еще, я же перечислил Природной и индустриальной В цивилизованных странах Допустим, в странах Запада Метрополия, то бишь столица Не имеет такой власти, которая имеет, к сожалению, на постсоветском пространстве Столицы Они не только в Украине Но в Украине это наиболее, так сказать Экстремально выражено Ну в России тоже самое В Казахстане, в Беларуси и так далее Вот, допустим, у нас столица Канада, столица, знаете? Да Оттава, по-русски Оттава Она не входит в пятерку самых престижных и самых крупных городов Аналогично в Штатах Почему? Потому что столица не имеет возможности паразитировать на других городах Как это делается на постсоветском пространстве Вам кажется, такая концепция правильная? Правильная, потому что это обеспечивает здоровую конкуренцию крупных городов Без вмешательства, так сказать, столицы, как метрополии И без наличия у него какого-то приоритета То есть у нас тут столица Вот в столице есть федеральные кварталы Там, где, так сказать, парламент Там все вылезано Там это за счет федеральных содержится А вот то, что под мэрией Оттавы Там все намного беднее, чем во многих городах Канады То есть асфальт хуже и так далее То есть мэрия Оттавы довольно бедная И она не может ни цента взять из федерального бюджета На свое благоустройство Так, но как же это отрицают, что Бухарьков не русский город? Как это подтверждает, что Бухарьков не русский город? Если вы утверждаете, что в любой стране так или иначе паразитируют на... Нет, это был ответ, почему к сожалению Вы спросили, почему к сожалению Это мое эмоционально-психологическое лицо Кто-то счастье Допустим, житель региона Рецепента Украина Это для него к счастью Потому что такой развитый город, как Харьков, находится в Украине Ну, по крайней мере, до войны он давал, так сказать, стимул К благополучию жителя региона Рецепента Который, в общем-то, получает только деньги из бюджета А это был ответ А русский город, потому что он основан русским царством По указу Алексея Михайловича, это во-первых Безусловно Во-вторых, это единственный миллионник в Украине В котором укритнический контингент То есть украинцы не составляли на момент последних переписей На 2001 год большинства То есть их было... Было меньше 50%, там где-то 47,8% было Даже в Донецке было больше или в Луганске Украинцев, чем в Харькове То есть, и, соответственно, лингвистически Украинский язык чужой для Харькова У меня есть ролики, допустим, в перестройку Знаете, что такое перестройка? По модности, может Вот, то есть это конец 80-х Когда была ослаблена власть центральная И... А при коммунистах все-таки наличие украинского языка было довольно прилично Ну, половину вывесок в Харькове было на украинском Ну, может, 30% А в перестройку практически полностью Харьков отчистился от украинского языка В вывесках, в метро убрали полностью украинский язык На улицах, в автобусах, в трамваях и так далее То есть это о чем говорить? Если вы слышали, что началась демократия при Горбачеве Но было ужасное экономическое положение И, несмотря на это ужасное экономическое положение Мэрия Харькова, тогдашний горосполком Находили средства для убрать украинский язык И поставить язык города, то есть язык русский То есть, а для чего они делали? Чтобы понравиться избирателям Иначе бы нет смысла делать Так, безусловно, русскоязычного населения там большое количество Но как же это подтверждает, что Харьков это русский город? Если де юро и де пакто, то он живет в Украине По госпроадлесии он не русский город А русский и не русский, или там турецкий В совокупности всех факторов Вот по фактору госпроадлесии он не русский город По фактору исторического он русский город По лингвистическому русский город И по этническому русский город То есть три фактора говорят, что он русский город И один фактор говорит, что он не русский город Три к одному ну по-моему исторический фактор брать можно с большой натяжкой потому что условно тот же крым например какие-то периоды были заселены греками крым и крым исторически не русский крым исторически не русский россия его завоевал только в 1683 году крым исторический греческий изначально потом османская империя вот я о том же изначально русский он основан как по указу русского царя адреса русский был одесса тут если брать то помимо одесса до его основа у нас на основа дерево со по указу екатерины но в украине и и причем это есть основание тенденция такая тенденция что одесса основана в отличие от харькова не на пустом месте а там было поселение хаджибей поэтому если брать преемственность то нельзя сказать это харьков можно точно сказать русский город он основан на пустом месте по указу русского царя одесса основана на не на пустом месте там было поселение которое не было русским то есть хаджибей и она была турецким по моему то есть исторически но исторический вот тут дуализм если брать это помимо одесса можно если брать совокупность исторических фактов то тут немножко подмочена этого этот тезис если просто взять ваши видения вашу . ну как я я же повторяю употреблять термин одесса да это русский город если употреблять в более широком смысле то есть является ли территория города который сейчас называется одесса исторически русским нет так сказать нельзя а если просто сказать одесса то можно тут небольшая лингвистическая эквилибристика идет киев нет не русский город вот это вот дурацкая термин по моему его кто-то из в конце девятнадцатого века произнес и сожалению его антон иванс деникин подхватил и из-за этого он потерпел поражением и не абсолютно не нужно было идти не на киеве на москву вы знаете вот допустим что деникин это лидер добровольческой армии и он и начало его поражения была так называемая орловско-кромская операция на рубеже 19-20 году в котором он потерпел поражение от красных вот то есть потерпел потому что он стал наступать на москву это была ошибка рано как и наступление на киев была ошибка москва потому что большевиков слишком много было сил для обороны москвы а киев это но я считаю что не русский город я вас понял вы сейчас находитесь в канаде да сейчас в канаде а давно уехали в пятом году вы на родили вы на родились в пятом или позже раньше раньше ну где-то так до 2000 лет а живете живете в или до постоянно жил петербурге да а все еще уехали надо престижно уезжать по профессиональной эмиграции мои патенты заинтересованы некоторые канадские фирмы по какому основу деятельности ну я лекции в вузе числа по физхемии до эмиграции после эмиграции в колледже и вас понял и планируете любое возвращение на родину я возвращаюсь до к вида два раза в год выросил сейчас пока самолета не плохо летают но я у меня москве квартиры в полной собственности а в харькове в собственности я я я до войны и у меня было такой вояж я в москву прилетал там недельку в москве потом в белгород потом в харьков потом снова в москву иногда в турцию еще из-за войны я не могу поехать в харьков соответственно прямо из россии да тут уже в этом году слетал от москвы не ездил в харьков соответственно но я думаю война закончится как бы она не закончилась в пессимистическом варианте харьков если останется в украине снова восстановлю свои визит у вас гражданского российской канадской российской украинской три гражданства и гражданство рода украине можно украина это запрещает если она лишит украинского я сам хотел лишь надо хотелось меня 600 баксов за это я говорю ни цента не получите украина не дает гражданство если имеется другое если изначально было украинской а с девяносто первыми на российской украинской это было так был такой прокол в законодательстве что если допустим оба родителя живут один в украине другой в россии ну как бы как-то прописывайтесь сюда и вам делают в клейку в паспорт а потом вы получаете и тот и другой паспорт это так а я смотрю у вас какие-то симпатии есть украине да нет нет но вы так немножко так сказать может быть троллите конечно я понял да а как вы относитесь к коммунистам большевикам что они они в хотя кассов решили ваш город столицы знаете когда петербург это меня не вполне волнует какого числа и какого года петроград лишился столицы советской россии уже он же не только был российской империи потом была российской республикой столицы при керенском и потом еще какое-то время был при коммунистах 20 23 марта восемнадцатого года правительство переехала москву у вас на московском вокзале даже на ты на московском не знаю в москве на ленинградском вокзале есть на все вот сюда прибыл там привела правительство то есть от 23 числа нет нет я не испытываю симпатии украины как стране есть красивый родной стране молодец это достойно просто немножко ваши сомнения что харьков русский город и почему к сожалению меня наводили на мысли его вы троллите левого и симпатии нет нет я исхожу с точки зрения права юридически харьков это украинский город ну это юридически сейчас украинский ноги дело в том что изменение границ слияния и исчезновения образования государства то естественно исторический момент вот в настоящий момент начиная с девяносто первого года даже раньше при коммунистах вот когда большевики отдали харьков украине это украинский город по предотвежности отнюдь не по менталитету не по этнической составляющей не по линго этнической тем более а по поддельности да ну вот большевики они вообще кромсали территории как хотели ну да это легитимно сейчас харьков украина я же не буду спорить ну надеюсь что когда-нибудь это исторической несправедливости справиться то есть вы понимаете что легитимно нет ни сюда справедливый вот выше слышали такого муника был чикатило до него были сфабрикованы дела и ну чтобы закрыть дело из-за резонанса и по по одному эпизоду был расстрелян некий кравченко вот вы даже в сериале бы показано правдиво сериал чикатило не смотрели некий кравченко был расстрелян за дела за преступление которое совершил чикатило его сфабриковали дело так вот приговор по кравченко был абсолютно легитимным поскольку он прошел все инстанции в том числе апелляционный верхом на суде но он был несправедлив хотя бы на легитиме а легитимное несправедливо долго не живет но вот нахождение харькова в украине это легитимно но несправедливо ну живет уже там какие-то многие десятилетия но это для истории это в общем-то небольшой срок я думаю что когда-то это будет исправлен конечно они конечно живет исправлено у меня такая просьба напишите мне название своего канала я назову ролик чтобы точное название было и заодно к вам может народ я мой взгляд может не будет ваши подписчики меня что важно ваши подписчики я бы воздержался я думаю ваша подписчики сами ну если как и не найдете не 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 одна ссылка на твиче ну хорошо хорошо не хотите не надо ну вы если вы не против порекомендуйте мой канал для своих подписчиков может явно если вы не против заходит посмотрит хорошо приятно было побеседовать всех благ вам взаим тари а то тормозилась слайд-шоу на стене правильно определил слайд-шоу прикольно прикольно о жизни не знаю вообще о чем угодно о фильмах о музыке ну давайте о фильмах фильм допустим вот американский пятисерийный фильм с чернобыль смотрели смотрел был да когда еще он вышел ну да он лет пять назад или четыре вышел ваше мнение понравилось я знаю мне в целом фильмом больше понравился я знаю то что у совков вот этого фильма очень пригорела вот и что безусловно дает дополнительные баллы мои картинями этому фильму в целом в общем-то хорошо осветлена эта тема историческое событие вот и небо по большей части понравился на почему по вашему совков подгорела я что-то такого не замечал нормально но здесь свои совки к нему я замечал потому что в принципе это фильм хороший фильм хороший 4 4 серии добротно сделано 5 серия сделано просто отвратительно не особо уже вот я вам напомню вот голливуд чем примечательность то он всегда скрупулезно относится к изображение эпохи то есть если они показывают какую-то эпоху там каких-то сороковых годов прошлого века то они очки подбирают стиль тех времен а вот здесь гляд это вот допустим их отличный фильм кончаловского inner circle тоже голливудский посмотрите про ближнюю обслугу сталина но это так базовая вам сказал а вот тут в пятой серии то есть они реально снимали в киевской области вы надо знаете да вот этот фильм американцы снимали реально в киевской области а вы северной америки да то есть что стоило а в пятой серии по сюжету значит суд проходит в москве над брюхановым и верхушкой это и самого что при деньгах голливуда съездить в москву реально снять сюда и вот обстановку реально вот это здание суда и так далее я там и они вместо этого стилизуют улицу киева под москву ну по-американски наклеивает московские номера но самое минус в том что они метро стилизовали под то ли берлинской то ли парижской это буквы м хотя в киеве в москве одинаковая стилизация на вот в те годы было за исключением цвета в киеве зеленый цвет а в москве красный цвет буквы м там просто нужно с цветами было поработать они вместо этого присобачили метро из или из этого из по-моему из берлинского метро вот эту стилизованные буквы м ну в общем там вечера такой прокол это самое для голливуда я считаю непростительная так вот первые четыре серия мне понравилось такие детали есть чисто голливуд скажем на когда вот в этот момент самый цемент заливает эти гробы цинковые и как последнее остается островок и он заливается тот мне очень понравился психологический момент такой интересный а я я вообще не замечал чтобы совки особо так сайте негодовали по поводу ведь российских или причина были они в принципе мало отличается просто сделаем вроде бы там вроде бы в ответ вы обещали то что какой-то россиянский фильм снимут они были российские пару фильмов были до этого тоже так сайте я имею ввиду после этого после этого нормальный фильм он же не не антироссийский он на историческом факте основа вот только этот прокол споты серии он все испортила так 4 серии с удовольствием можно посмотреть довольно интересно согласен довольно интересно категория вы еще по молодости он не помните но вот при януковича в украине снимали добротные весьма исторические фильмы процессы сын отца народов сериал проект про гурченко сериал потом интересно спросите вот вы смотрели такой фильм советский 80 70-х годов иди и смотри ну смотрел 85-го года я вам даже скажу это белорусский фильм да это один из моих любимых советских фильмов да ну он там сюжет не особый сюжетный он но он красочный есть сюжет но он растянутый но красочные вот это изображение для тех годов это прорыв был именно вот для тех годов в красочном изображении а как камера движется вот это вот эффекты эффекты очень продвинутые для 85-го года я с вами согласен я был шокирован то что это с орке сняли и то что его вообще выпустили то что он как бы ну его показали потому что там же еще сцена когда немцы ну как бы немцы да людей сжигали в этом сарае там большинство было как бы не немцев коллаборантов белорусских то есть и что это показывает показывает то что было огромное количество людей которые были против совка и это показали я помню помню да а те говоря вы думаете что там при совке были такие фильмы как сейчас там как сейчас в китае но в китае может быть сейчас ну как было в китае в те годы я говорю что советские фильмы были довольно так сказать и смелые на грани то есть в советском зале считалось идеологически партию нельзя критиковать можно критиковать только министров максимум такую совет советскую власть а вот фильм такой магистраль посмотрите 77 года там показан карьерист партийный работник и позитивный начальник дороги железной это вот тоже было в свое время фурор то есть есть фильмы даже когда критиковались критиковаться партийный аппарат проскакивали такие фильмы тоже я вот на это обращал внимание ну хорошо у вас еще какие-нибудь вопросы есть ко мне вопросы не знаю как думаете чем целом это все закончится конфликт россияно-украинский кто победит в конечном итоге это интересный вопрос я вам ваше мнение я вам даже развернутый ответ вот вы знаете что в 1812 году помимо войны российской империи с францией было в северной америке война между британией и сша слышали нет вот там была довольно такая жестокая война более жестокая наполеон с россией там помягче все было с очередения жестокости но я не о том о том что в это по факту она закончилась боевой ничьей но обе стороны объявили себя победительницами и вот когда сдаешь на гражданство в канаде нужно отвечать что британия с канадой победила а в штатах что что штаты победили и в школах и в школах также лучше так и здесь обе стороны объявят о своей победе украина значит утеряете ряд территорий в итоге я думаю когда по сравнению с границами сейчас я скажу я остановлюсь там попозже граница 97 года но объявит себя победительницей потому что они спасли большинство территорий там киев там днепр разные вот эти вот отстояли спасли это будет грандиозно салюты вот мы теперь более сплоченной украины так далее россия заявит что она тоже победитель что они освободила те территории которые предательски отдали большевики украине это по брестскому миру если вы знаете отдан был донбасс и харьков и скажет вот вы восстановили историческую проявлению харьков отдали украине 3 марта 1918 года ну я надеюсь что харьков не будет в украине я хочу чтобы харьков имел свое государство конечно они то есть донбасс и лугандонии в общем как донбасс как словакия как словения донбасс почему она проблем имеет потому что был непризнанным а здесь по окончании войны все новые государства я думаю будут будут признаны поскольку все зависит от доброй или вынужденной в воле метрополии метрополия данном случае киев и поскольку киев будет подписывать договор если подпишет до новых границах то он сделает пути пути вы пусть и вынужденной новое изъявление соответственно это будет так сразу же признано как стажа словения или босния и тогда будет другой калинкор когда признанное государство она развивается лучше те более у харькова намного больше потенциал чем научный по крайней мере индустриальный но научно вообще больше всех индустриальные второе место после днепропетровской области и природный тоже весьма одессе своих местом газ своей щебелинский то есть перспективы у слабожанщина это исторически 5 областей полностью или частично знаете каких вы закончили я дело чтобы ну ну я вам скажу слабожанщина это полностью харьковская сумская частично луганской белгородской воронежской области частично но я закончу да вы можете контраргументировать нет кинуть жвачку в стену и что привыкнет как бы что упадет аналитика только такая как бы начать предполагает бог располагает естественно если если слабожающий не удастся сейчас добиться независимости когда украина ослаблена войной то ей уже не удастся никогда но я думаю то что в общем то в конечном итоге украина победит будут очень большие потери сожалению катастрофической но украина в конечном итоге возьмет все свои территории обратно то есть то что рф там арико возьмет это даже не обсуждается потому что рф даже не может быть бахмут ну может еле дожали бахмут солидар который они штурмовали полгода и положили там невероятно большое количество своих мобиков и так дальше потому о каком взятии харькова может идти речь я не понимаю тем более но уже в сейчас потом подходит брэдли сейчас подходят ракеты 150 километров сейчас подходят там абрамса леопада и так далее и так далее я думаю я думаю я думаю в этой компании военной нас еще будет очень много ждать всяких жестов доброй воли я думаю их еще будет очень много в милитополе они будут я думаю будет мариуполе и возможно даже и в крыме что вы начали крыма я не уверен но мне кажется что ну понятно что крым крым ты не тоже может сдать но туда есть если я говорила перспектива харькова иметь свои государства это совершенно не значит что его россия будет захватывать или суток украина даже если она победит по вашему по вашей версии она может фрагментироваться под давлением внутренних противоречий обстоятельств но там нет никаких предпосылок ну вы просто не бываете и не если вы живете в киеве вы у вас это каноническая украина я прекрасно знаю настроение в харькове сейчас отношения сейчас отношения к россии естественно ухочились но это совершенно не значит что улучшить отношение к украине в украине там как там было вот патриотов украины процентов 18 но сейчас может 28 связь тем что население оба на там разъехалась съехались и про украинские из донбасса сейчас побольше но все равно не большинство там украинский патриот ну тогда вы совсем не понимаете украину извините вы со всеми не понимаете и через потому что ну как если я прожил я прожил харькове 40 лет я не понимаю прекрасно знаю настроение вы или не вы совершенно не понимаете украины пока насчет живем как она движется извините меня просто очень далеко от реальности меня но я понял хорошо я поизучает момент хорошо спасибо за беседу вы всех благ а вы канал имеете нет я просто окей всех благ спасибо за беседу желаю вам лично не от этой войны не пострадать не вам не вашей семье не вашего имущества этого вам лично всех благ наступает решительный момент повестки то всех на руках проанализируем обстановку соображаешь харьков русский город который к сожалению коммунистическая россия в лице линии троцкого предала в 1918 году а в москве где живешь щелковский шоссе знаю знаю гурьяна и или ты замкадом 16 парковая улица на дуракова лягу разговаривает Почему же тогда в утилитарном государстве, правильно? Великобритания утилитарная государство, Германия утилитарная государство. У них есть один... В соединенных штатах Германия утилитарная государство. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok